это открытая студия федерал пресс на международном строительном форуме 100 плюс и у нас в гостях владимир городенко генеральный директор группы компании атлас девелопмент здравствуйте начнем с довольно интересного вопроса вы сейчас находите в стадии патентования концепции жилой экосистемы спрошу что это такое зачем это вам нужно мы придумали этот стандарт жилой экосистемы потому что на наш взгляд он очень востребован сегодня рынком объясню что это такое на примере проекта парк столиц парк столиц это 10 жилых домов и все они объединены единым двухэтажным стилобатом который проходит по периметру комплекса и любой житель проживая в любом доме может практически там в домашних тапочках спуститься на второй этаж и по пешеходной галерее пройти в любую иную точку объекта не выходя на улицу соответственно может воспользоваться всей инфраструктурой комплекса вот опять же в домашних тапочках экосистема это когда в одном жилом комплексе есть практически все что тебе надо для жизни ну то 90 процентов того что ты в жизни получаешь все что тебе необходимо есть в этом комплексе возможно за исключением там каких-то редких вещей там одежды либо там мебели или какой-то техники это удобно для человека но вот представьте вот вы экономите время и деньги ребенка можете отвезти за пять минут в детский садик или вечером забрать вам кстати могут помыть машину у нас еще и строится сейчас автомойка вы можете оставить ключики консьержу придет водитель чисто одетый помоет машину заберет с вашего места помоет и вернет на ваше место и компания ну мы отвечаем за сохранность там за безопасность и за качество вы можете заказать клининг у компании и вам помоют вашу квартиру приберут то есть не надо там искать каких-то непонятных людей значит мы это тоже делаем у вас огромный двор это тоже кстати экосистема нас более 20 тысяч квадратных метров дворовое пространство где каждый житель каждый там ребенок и взрослый человек может найти для себя там уединение и даже есть такая фишка мы сделали специальную зону для любимцев для любителей домашних животных для кошек и для собак они могут до выгуливать их специальной зоне не там где пересекаются потоки там людей и детей а вот в особой зоне им не придется ходить пакетиками значит по двору или по улице потому что там все будет предусмотрено для этого а еще мы сделаем тренажеры для кошек и для собак чтобы не просто там кругами ходили специальные классные тренажерчики чтобы зверюшки значит домашние питомцы могли как-то себя тоже развеять во дворе у нас тоже есть интересная фишка мы делаем ручей примерно метров там около 200 длиной и завершаться это все будет большим бассейном водной гладью с небольшой глубиной примерно там 40 сантиметров вот атлас девелопмент на рынке 15 лет существует как долго вышли вот к этому пониманию что от обычного жилого объекта в какой-то одной концепции необходимо уже переходить к созданию жилых экосистем на самом деле переход к экосистемам это вообще мировой процесс всех бизнес-моделей по большому счету все бизнес-модели рано или поздно перейдут вот к созданию этих внутренних систем как долго вышли к этому в какой момент пришло понимание что сегодня уже недостаточно просто построить дом и снабдить его какой-то концепцией вот одного дома да сложно сказать наверное лет пять приходило такое понимание потом несколько лет мы искали как это сделать такой вот эволюционный путь проходил и сегодня на самом деле вот практически на 80 процентов проектов которые у нас есть они все формата жилой экосистемы для жилой к системы есть определенные требования участок земельный должен быть хотя бы гектара-полтора до чтобы это было несколько жилых домов чтобы соответственно количество инфраструктуры коммерческой туда можно было сделать да ну просто в жилой точке коммерческой инфраструктуры очень мало ее не насытить сейчас наверное в екатеринбурге уже таких больших участков практически не осталось и так понимаю что ближайшем будущем рассматривает или строительство объектов в новых каких-то строящихся районах города да мы рассматриваем могу сказать что под жилую экосистему на текущий момент у нас есть восемь проектов только в екатеринбурге они два из них строится остальные вот 6 они находятся сейчас где-то в проектировании где-то работа с градостроительной документацией земля по такие проекты слава богу у нас есть конечно мы смотрим и точечные проекты проекты реновации но вот конечно наш фокус это вот большие проекты потому что в них можно сделать очень качественный интересный продукт для нашего покупателя и вы правы в том что тренд мировой вообще во всем там во всех бизнесах он идет в экосистему когда есть бесшовный доступ покупателя ко всему это очень удобно ведь нашем случае экосистема это еще и умение пользоваться твоей квартирой когда у тебя есть приложение мы создали программу и фактически управление всем жилым комплексом у тебя есть телефоне ты видишь сколько у тебя нагорело там за электричество сколько у тебя заводу счет из тебе устраивает твои расчеты ты привязываешь банковскую карту нажатием одной кнопки ты платишь за это да ты видишь видеокамеру все что тебе хочется ты настроил допустим видеокамеру на свое парковочное место и ты видишь свою машину там вернули допустим ее уже с автомойки или нет или там безопасности ли она но кто-то просто может как сказать любоваться на свою машину им это важно или ты настраиваешь видеокамеры на те площадки дворовые где играют твои дети насколько тяжело подбирать согласно вашей концепции вот резидентов либо арендаторов насколько быстро этот процесс идет и насколько глубоко приходится внедряться вот в эти нюансы того чтобы все работало как надо как вы задумывали это на самом деле достаточно легко потому что на этапе проектирования объекта наши продуктологи коммерческая служба отдел продаж вот мы уже заранее на этапе эскизного проекта определяем кто нам нужен в этом жилом пространстве в этом жилом доме какие нам нужны магазины какой площади должны быть эти магазины сколько должно быть кафе и ресторанов какое количество и какая площадь хотим ли мы видеть там медицинскую клинику и так далее то есть составляется глубокое техническое задание и мы понимаем что в этом жилом комплексе для такого то покупателя мы знаем портрет своего покупателя как вы это определяете что конкретно покупателю нужно каждая локация каждая локация и каждый проект очень легко считаются на самом деле кто будет покупателем у нас есть портрет этого покупателя на старте потому что мы для них делаем планировки мы изначально понимаем кто у нас купит да какой клиент соответственно понимая этого клиента мы проводим тестирование мы проводим анкетирование мы спрашиваем у людей то есть это происходит не не только мы придумали а мы придумали идеолог идею проекта мы придумали наполнение проекта и провели тестирование у целевой группы спрос со стороны коммерческих организаций достаточно большой нашим комплексом потому что они получают гарантированную целевую аудиторию и эта аудитория она точно зайдет именно в эти магазины потому что они живут в доме и могут пройти туда условно в домашних тапочках плюс вся прилегающая территория объекты у нас как правило находится в таких хороших локациях ну вот допустим парк столиц перекресток черса московская естественно это огромное количество там покупателей и жителей других домов может прийти и воспользоваться тоже всей коммерческой инфраструктурой поэтому спрос большой и мы выбираем среди наших покупателей арендаторов кто же к нам зайдет это была открытая студия федерал пресс на международном строительном форуме 100 плюс нас гостях был владимир городен кир генеральный директор группы компании атлас девелопмента спасибо спасибо